Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов выражает слова благодарности американским гражданам, которые присылают многочисленные письма с извинениями за недавние нелицеприятные слова Джо Байдена в адрес Владимира Путина. На страничке посольства в фейсбуке Антонов пишет о том, что хотел бы выразить признательность американским гражданам за продемонстрированную ими поддержку в адрес россиян ради развития дружественных связей между Москвой и Вашингтоном. На посла большое впечатление произвели активные действия жителей Соединенных Штатов, понимающих необходимость сохранения взаимного уважения. Это, по его мнению, говорит о наличии большого потенциала для налаживания кооперации между российским и американским народами. Выражаю надежду на то, что администрация прислушается к голосу избирателей и прекратит курс на дальнейшие обрушения и без того избыточно конфронтационных отношений, подчеркнул Анатолий Антонов. Ранее лидер США в интервью американскому телевизионному каналу ABC, отвечая на вопрос журналиста, согласился с тем, что Владимира Путина можно назвать убийцей. Он, по мнению Байдена, также должен заплатить высокую цену за якобы вмешательство российских спецслужб в президентскую кампанию и очернение образа партии демократов. После подобного пассажа Байдена, российский посол в США был отозван в Москву для необходимых в таких случаях консультаций. В ответ на подобные высказывания американского президента Владимир Путин отметил, что говоря такое, человек словно смотрит в зеркало. Он также пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире. Позже источники в администрации хозяина Белого дома ответили, что у лидеров стран недавно и так состоялся телефонный разговор и контакты между странами не прерываются на разных уровнях.